Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я готовлю два очень вкусных соуса. Из них приготовлю очень вкусное блюдо под названием лазанья. Все овощи нужно очень мелко нарезать. Первым в сковороду отправляем лук. Лук я буду обжаривать на растительном масле на среднем огне. Жарю его до прозрачного состояния и добавляю перец и морковку. Вообще, вместо сладкого перца по рецепту идет сельдерей, но я его не люблю, поэтому решила его заменить на сладкий перец. Овощи тушим примерно 10 минут и добавляем 200 грамм сухого вина. Если вы не хотите добавлять алкоголь, тогда замените его на воду либо мясной бульон. Овощи в вине я буду тушить примерно минут 15 и этим временем отдельно обжарю в другой сковородке фарш. Фарш я использую свиноговяжий. Сразу же посолю и поперчу по вкусу. Мешаю фарш очень часто, чтобы не было крупных комков. Сразу же сюда нужно добавить помидоры. В идеале это помидоры в собственном соку, но я буду использовать очень вкусную томатную пасту, разбавленную с кипяченой водой. Соус надо тушить примерно час, можно даже больше. При необходимости доливайте понемногу воду, чтобы ничего не горело. И пока это всё тушится, приготовим соус бешамель. Греем масло в сотейнике на среднем огне. Когда масло растает, добавляем муку и убавляем сразу огонь до минимума. Греем масло с мукой и когда услышали приятный ореховый аромат, добавляем понемногу молоко. Молоко у меня комнатной температуры. Хорошо всё размешайте до однородности и снова добавляем ещё одну порцию молока. Очень важно, чтобы соус не горел. У меня плита электрическая, я готовлю на троечки. Венчиком гораздо удобнее разбить все комочки. Ещё раз размешала всё до однородности и вливаю всё оставшееся молоко. Теперь хорошо поработаем венчиками, растворим все комочки. По идее, если вы всё сделаете именно так, комочков в итоге быть не должно. Но если всё-таки комочки получились, это не страшно. Их можно разбить блендером, либо пропустить соус через сито. Когда готовим этот соус, от плиты не отходим. Примерно через минут 10 соус загустеет до такого состояния. Как соус загустел, добавляем соль по вкусу и щепотку мускатного ореха. Соус слегка остынет и станет немного гуще. Накрываем его плёнкой в контакт и убираем пока в сторону. В соус баллонезе в конце добавляем сушеный базилик, примерно пол чайной ложки. И для остринки я решила добавить красный молотый перец. Ещё в этот соус я добавила орегано, примерно пол чайной ложечки. Также нам нужен сыр. У меня это пармезан, но можно использовать абсолютно любой сыр. Главное, чтобы он был вкусным. Я буду использовать вот такие вот листы лазаньи. Это фирма Макфа. Их предварительно отваривать не нужно, что очень удобно. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, у меня получилось 4 слоя. Самый верхний последний слой получается из соуса бешамель. Также сверху посыпаем сыром по вкусу и будем запекать. На эту форму у меня ушло 12 листов лазаньи и соуса ни капельки не осталось. Убираем форму в хорошо разогретую духовку. Готовая лазанья должна легко протыкаться ножом. Лазанья готова. Даем ей отдохнуть примерно 20 минут и можно пробовать. Если вы никогда не пробовали, очень вам рекомендую попробуйте. Это блюдо очень сытное и очень вкусное. Я, как всегда, желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. Всем спасибо, всем пока!